Геннадий Щитковский за коммуналку платит добросовестно каждый месяц. Это стопка квитанции за горячую воду. Геннадий Борисович живет в квартире один. Ресурсы тратит бережно, но в платежках присылают другую информацию. И каждый месяц разрыв между реальными показаниями и тем, что выставляет компания Т-плюс, растет. Вместо того, чтобы оплатить всего 47 кубов, мужчине выставили счет на 78. Хотя все показания приборов учета он исправно отправлял по СМС, по указанному в квитанции номеру. В ресурсоснабжающую организацию пенсионер ездил несколько раз. Там сказали, что сам виноват. Я спрашивал, но, говорит, это не наша вина. Говорит, это чехарда из-за вас получается. Я говорю, а почему из-за меня? СМСки не доходили. По телефону туда никак не дозвонишься. А СМСки я посылал ежемесячно. Почему у них не совпадало с моими, я не знаю. Геннадий Борисович высчитывает, сколько ему обходится подогрев одного куба воды. Выходит около 400 рублей. За лишние 30 кубов, получается, он должен переплатить ресурсникам 12 тысяч рублей. Перерасчет ему сделать коммунальщики отказались, сославшись на то, что, возможно, неисправен счетчик. Но пенсионер недавно прибор проверил. И, судя по документам, он в порядке. Тем не менее. Сказали, надо съездить в водоканал, вызвать проверку счетчиков, составить протокол. И только после этого они сделают мне перерасчет. А в офисе обслуживания компании «Энергосбыт плюс» с похожей проблемой столкнулся и Александр. Ему также сказали поменять прибор учета за свой счет. Хотя вот акт есть проверки, потому что он полностью рабочий, все. С ним все в порядке. Нам надо ехать делать новые вот такие документы на счетчик. Все это за наш счет. И потом только 30 дней надо ждать перерасчет для того, чтобы оплатить. Сегодня здесь непривычно малолюдно. Хотя с просьбой сделать перерасчет в квитанции желающих в офисе всегда хоть отбавляй. Часто люди приходят, приносят в основном по документам перерасчет по горячему водоснабжению. Из-за чего случается вот такая чехарда? Бывает разная. Люди не передают показания счетчиков, хотя они должны в течение каждого месяца подавать их. Мы спросили у сотрудников «Т-плюс», почему сообщения с показаниями не всегда доходят. Возможно, дело в том, что за этим следит не человек, а автомат, который не считывает СМС с ошибками. СМС-сообщение нужно. Для них здесь правильность. Здесь 290. Здесь 290. Свой счет, пробел и счетчики в зависимости от того, какие вы передаете. В пресс-службе Владимирского филиала «Энергосбыт-плюс» нам дали официальный ответ и заверили, что перерасчет Геннадию Щитковскому сделают. И в Горавдоканал идти не надо. Показания индивидуального прибора учета клиентам передаются нерегулярно. Последние принятые для расчета показания были переданы в июне 2017 года. В 2018 году клиентам были переданы показания индивидуального прибора учета один раз – 9 февраля. Данные показания будут учтены при формировании квитанции за февраль 2018 года. И, соответственно, будет выполнен перерасчет по фактическому употреблению. Чтобы подобных ситуаций не возникало, ресурсники советуют показания индивидуальных приборов учета снимать в период с 23 по 25 число каждого месяца. И сообщать в компанию любым удобным способом – по телефону, в своем личном онлайн-кабинете и с помощью СМС. Правда, сообщения нужно корректно набирать, чтобы показания были учтены.